Мы должны исходить во-первых из государственных интересов Российской Федерации, так как информационная политика Российской Федерации на самом деле является частью зарубежной политики этого государства. И это прямо говорится в картине информационной безопасности Российской Федерации, где написано слово в слово, что целью информационной политики России является создание благоприятной атмосферы для реализации российских государственных и стратегических интересов в международной информационной пространстве. И очень интересно, что Россия выделяет четырех основных составляющих, которые должны покрывать информационную безопасность Российской Федерации. Из них особое внимание привлекает второе. Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в национальной сфере включает в себя информационное обеспечение российской государственной политики, которая связана с доведением российских международных, для общественности России и международной аудитории, доброй объективной так называемой информации о российской политике. И для того, чтобы мы как-то создали, как говорится, в актрирной безопасности Российской Федерации благоприятную атмосферу, надо укрепить государственные средства массовой информации. Так, в последние годы, особенно после кризиса на Украине, Россия расширяет свой информационный военный потенциал, можно и так сказать, потому что объединяется самый большой информационный концерт, так называемое агентство «Россия сегодня», «Ревновости», который включает в составе свой разный станции «Спутник» и прочие информационные средства. По разным данным, бюджет этого информационного агентства составляет от 123 миллионов долларов США, до 325 миллионов долларов США. Это последняя дисциплина, в этом же раз, можно сказать, превращает бюджет грузинских силам. И так что, в основном, это превращает бюджет грузинской информационной системы. Так что мы можем как-то представить себе, с какой информационным вообще нам приходится вести дела. А как на самом деле находят отражение российская информационная политика в Грузии? Можно выделить три основных направления. Первое – это создание негативного информационного фона международной информационной пространства. К сожалению, Грузия на себе пробовала практически всю мощь российская информационно-пропагандическая машина еще в 2008 году, когда российские информационные СМИ, информационные средства прямо тиражировали по Грузии полную ложь. И что самое главное, они использовали гибридную тактику информационной войны против Грузии. Это заключалось в двух направлениях. Первое направление включало в себя полную информационную изоляцию Грузии. В течение 6 дней не могла вывести ни одна информация на международной информационной арене. Со второй стороны, Россия сама распространяла дезинформацию о том, что со стороны Грузии имела место массовая резня мирного населения. Я могу привести конкретную число. Говорилось о 5000 погибших мирных отзитинских жителей в Бальском регионе. А на самом деле, по данным российской прокуратуры, оказалось, что погибло 146 человек. Это те данные, которые Россия передала потом в Международном уголовном суде. Но для того, чтобы донести до международного сообщества свою правду в не войны, российский патриарх даже провел благослужение для штург, для штург погибших 2000 человек. О том, как сегодня, например, создается антигрузинский информационный фонд, очень хорошо говорил мой коллега, господин Макубян. И это отражается и в грузинской крессе тоже. Потому что время от времени в грузинской крессе проникает информация, которая создает прямо такой антиармянский и не антиазербайджанский фонд. И время от времени, когда обостряются вопросы, например, Карибского монастыря и грузинских церквей, на которых есть претензии в Армении, и еще какие-то другие вопросы. Российские святые, кроме этого, они подталопируют свою акционную политику Грузии и как-то пытаются донести правду международного сообщества о том, что мы в республике, независимо от которого они признают, на самом деле были жертвами грузинской окрессии, были жертвами этнической очистки с грузинских сторон. И из-за этого делается практически все на всех доступных международно-информационных средствах. Другое направление, это гораздо прорезнее, как укрепление антизападных отношений к грузинскому обществу, потому что Россия как-то пытается создать информационный фонд, который подходит негативное, как сказать, отношение к западу грузинского общества. В этом плане мы можем исходить в чистой российской зарубежной политике, потому что после окончания холодной войны Российская Федерация как-то имеет свою разную константу зарубежной политики, не дать спать в свое ближнее зарубежье, это тоже чистый российско-международно-политический термин, страны, не страны институтов западных держав, таких, как, например, Евросоюз, НАТО, и Россия воспринимает появление таких институтов на границе России как прямую угрозу для российской государственной безопасности. Из-за этого Россия, с одной стороны, делает все, чтобы деградировать западных институтов в своем, так сказать, информационных средствах, с другой стороны, поддерживает грузинскому российскому СМИ, которые тиражируют всякую, так сказать, нужную ложь или дезинформацию про европейских институтов. К сожалению, этим занимается одна из самых продаваемых газет в Грузии, которая прямо-таки пишет, что евроинтеграция в Грузии можно ассоцировать с потерей идентичности, с потерей самобытности, еще с деградацией морали и гражданности, например, они практически... А вы не думаете, что вы делаете салон до салона, да? Ну, не только. Еще аллея есть. Там говорилось, что, например, вход в Грузию в составе Европейского Союза практически означает законение легализации в однородных правах. К сожалению, не только пресса и медиа, но и другие социальные институты. Например, некоторые представители грузийской православной церкви в Грузии и в Украине это очень интересное совпадение. Одновременно устраивались акции против Европы, где говорили, что им не хочется, во-первых, узаконить однополых драков, с другой стороны, они требовали прекращения пропаганды гомосексуализма. И очень интересное еще одно совпадение, что Россия в это время принимает законы о запрете пропаганды гомосексуализма. Практически выходит, что? Что, с одной стороны, Европа идет против драк, традиций, культурных ценностей, а против их стран, а Россия на самом деле появляется как охранник этих ценностей, как соблюдатель этих ценностей и как точка притяжения для вот этих людей, которые хотят сохранить свою веру и традицию. Так что мы можем говорить, что информационное влияние России в Грузии определяется не только в медиасфере, но практически Россия использует все свои, так сказать, средства мягкой силы, если у России может иметься мягкая сила, для того, чтобы как-то изменить мнение грузинского общества. Ну, давайте обсудим эти вопросы отдельно. Во-первых, создание негативного информационного фона грузинской милиции. Это не только грузинские СМИ, но и российские СМИ тоже, потому что в некоторых регионах Грузии, например, в Ахл-Калаке, в Кавахеде, или в Камахаре, в Аль-Нуре, где насиление не владеет государственным гражданом, и они единственным средством для информации остаются российские каналы. Я когда работал, например, в Ахл-Калаке, я там убедился в том, что в основной информационный фон в этих регионах создают российские телеканалы, которые после обострения кризиса в Украине практически не только что проводят антагонистическую риторику против европейских ценностей, но и прямо и против, так сказать, всяких там прозаповодных ценностей. Это может довести до того, что общество, которое проживает там, они воспринимают грузинскую зарубежную политику как угрозу для их благополучия, для их нормальной жизни. И когда вот настанет время, чтобы Грузия пойдет дальше, сблизится с аккорными странами, там может повториться тоже такой сценарий, как, например, повторюсь от Крыма. Конечно, с некоторыми изменениями, потому что контекст отличается от Крымский, от Афгабарского или от Камокатрийского. Но все-таки там создается такой информационный фон. И когда у меня были интервью с представителями этих регионов, они прямо так и воспринимали грузинскую их реинтеграцию как угрозу. Они думали, что это может ухудшить их экономическое благосостояние. И они боялись как-то Запада, потому что там уже создан тот информационный фон. Интересно тот факт, что в Грузии после 2012 года полностью, как сказать, было восстановлено вещание российских каналов. Но это само по себе не является какой-то угрозой, если у Грузии будет свой противовес. Проблема заключается не в том, что в Грузии вещают российские каналы, а в том, что у нас нет достойного противовеса, потому что вот этих регионов, о которых я говорил, практически не имеется никакая другая антинатива, потому что общественное вещание, например, в Грузии, очень мало времени уделяет иностранным передачам, передачам на иностранном языке, то есть на русском, и на армянском, и на азербайджанском. Было бы хорошо, если как-то грузические вещи смогли бы там сбалансировать эту ситуацию и как-то изменить информационный звон. Интересно еще, что в России были попытки открыть другие представительства, создать информационный фреск в Грузии. Например, такой был радио «Спутник», который сначала собирался открывать и начать вещание в прямом двери, но потом что-то изменилось, и «Спутник» не смог начать вещание, и «Спутник» входит в тот же концерт, о котором я говорил, когда объединяется «Россия сегодня» или «Новости», там же ходит радио «Спутник». Но, несмотря на тот факт, что это радио помещают в Грузии, по моим данным, которые мне говорили, журналисты различных информационных средств, они рассылают, сколько сказать, информационный дайджест, по-моему, но как-то пытаются все-таки найти свое место в грузинском информационном пространстве. Я хочу вспомнить один факт, что руководил этим информационным агентством знаменитый русский журналист, который известен своими антизападными заявлениями, своим антизападным подходом. И это человек, автор самой известной фразы, может быть, сказать российской журналистке, что Россия – это единственная страна, которая на самом деле способна превратиться в ядерный перевер. И так что нам всем известно, какой курс бы провел вот этот комисс. С другой стороны, мы уже говорим о усилении, о тайных сни, потому что уже практически, когда напрягается политический процесс, когда, например, в предупрежденной ситуации, всегда вот эти информационные СМИ педалируют на вопросы, которые явно не входят в грузинские государственные интересы, и они собираются, и они с использованием таких факторов, как религия, как культура, как общая площадь, как прошлое, когда собираются педалировать вопросы и нести грузинскую общину за обсудили, а, например, не факт грузина российской всеми известной дружбы и добрососедское отношение. Ну, хорошо, между народом, конечно же, не может быть отдельно между индивидами никакой вражды, но когда говорили о государствах, я очень сильно интересуюсь, когда в Грузии с Россией были добрососедские отношения, потому что начиная с 1801 года до 1918 года грузин был в составе Российской империи. То есть мы не были тогда соседями. Мы были соседями в течение трех годов, то есть с 1918 до 1921 года, и это соседство нельзя называть «того храника». А потом мы были еще в составе Советского Союза. После 1991 года мы опять соседи с России, и вам всем известно, как сложились наши отношения с этой страной. Как это назвать? Это добрососедскими отношениями никак не выходит. Одно дело, что мы очень наоборот... С 1491 года, если бы честно. Ну, если пойдем дальше, то и, конечно, мы можем найти там еще договоренность, которая ни один из тех не был в эпоху выполнен. Но все-таки очень интересно, что вот такой фронт создается в Грузии с помощью, как сказать, центральных российских СМИ, то есть есть влияние на грузинских регионах как центральных, государственных российских СМИ, так и, сказать, наши локальные страны, которые явно пользуются поддержкой Российской Федерации. И многие из них, можно сказать, что не только финансируются, но и получают прямое направление из Москвы. Как надо вести себя, что надо говорить в людях, и на какие темы надо педалировать. Потому что все очень хорошо знают на грузинскую проблематику, они знают, что будет, или какие вопросы будут болезнен для грузинского общества, и они, просто реально, вот, из-за этого, знаете, сатеграция, она не полностью анализирует в западных институтах, чтобы как-то уменьшить поддержку грузинского общества в процессе его интеграции, или в процессе, как сказать, регулирования конфликтов, как, так сказать, отношения со своими соседями или соседними народами. Вот, кратко, в смысле, мы должны подчеркивать в этом, что есть полный комплекс, и Россия имеет комплексный подход в отношении Грузии. Так что, если Грузия хочет как-то выйти из этого зачарованного круга, надо создавать свои противопрессии, надо за это использовать такие локальные, такие зарубежные возможности, которые имеются. Например, есть в Грузии партнерские государства, даже в Евросоюзе, которые могут как-то использовать свои информационные средства для того, чтобы сбалансировать если сотрудничество между государствами дойдет до такого уровня. И в самой Грузии, конечно же, есть потенциал, есть много молодых таматных журналистов, которые при подходящем внимании могут как-то создать уже свой фонд в тех регионах Грузии, как всеми доступает информация от грузинских СМИ или от грузинских государственных средств на свою информацию. Спасибо вам большое.